Во время Оону, послашек Иисусу, Архиереи старцы у действие, Ники от фарисеи и Иродиан, Да его обольстят словом. Они же пришедши глаголоши ему, Учителю, Вемы, яка истинен еси, И не родиши ни о ком же, Не зриши бы на лице человеков, Но воистину пути Божию учиши. Да стоит ли кинсон кесареви дать или ни? Дамы ли или не дамы? Он же веда их лицемерия, Речеем, что ми искушайте? Принесите ми пенись, да вижу, Они же принесоша, И глаголы им, чей образ сей написание, Они же режь ему кесарев. И отвечав Иисус речеем, Воздадите кесарева кесареви, И Божие богови, И чудишися они. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня понедельник, 7 февраля. И сегодня Святая Церковь предлагает нашему вниманию чтение Евангелия от Марка. Мы с вами читаем 12 главу, с 13 по 17 стих. И сейчас давайте с вами найдем это место в русском переводе Нового Завета и послушаем, как звучат сегодняшние евангельские строки на современном нам с вами языке. Первосвященники и старейшины иудейские посылают к Иисусу некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же придя, говорят ему, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь». Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать? Но он, зная их лицемерие, сказал им, «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли, тогда говорит им, «Чье это изображение и надпись?» И сказали ему, «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ, «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». И явились ему. Крутку события прошло однажды. Мы видим, что к Христу подсылаются лукавые люди. Чего смотрите, кем подсылаются? Первосвященниками и старейшными иудейскими. Действительно, приходят, ведь с лукаством они подходят. Посылаются теми, кто является, по общему признанию, цветом народа. Цветом, ну, казалось бы, кому быть лучше, как не первосвященником, старейшим, князьям, то есть людям, наделенным властью, полномочиями, еще что-то вроде. Те, на кого принято, что ли, равняться. Те, с кого берут пример, еще что-то. И вот они посылают лукавых людей, тем самым, в общем-то, показывая, кем сами они являются на самом деле. Вот, знаете, для чего? Для того, чтобы, в общем-то, Христа уловить в словах и придать его какому-то наказанию, еще бы лучше смерти. Посмотрите, что данный метод, на что толкают на него этим самым? Толкают на политическое преступление, на некий саботаж. Ну, ладно, давайте сначала посмотрим. Ну, во-первых, что мы видим? Те, придя ко Христу, говорят такие слова «учитель». Мы знаем, что ты справедлив, не заботишься о богождении кому-либо. Обратите внимание, какое обращение говорит «учитель». Ведь самое интересное, да, здесь упоминаются фарисеи, да, иродиане, что, то есть, в утрих в ангелии написано, что это ученики их были. Ну, здесь какая разница? Все равно они их здесь олицетворяют. Ведь те же перосвященники, фарисеи, они отказывали Христу в праве называться «учителем». Из тех соображений, что вроде, ну, кто тебе учителем-то назвал? Вроде, кто тебе дал тебе полномочия учить? И вроде бы ты не заканчивал никакую раввинскую школу, чтобы так учительствовать. Не имеешь права. А то, видимо, приходят и говорят, что ты учитель. Всем своим внешним видом, словами такими ласковыми. Видимо, пытаются как-то вот Христа прельстить, задобрить, показать, что вроде мы тоже твои ученики, вроде как бы мы-то считаем, что ты все верно говоришь. И далее говорят, что вроде мы считаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо. То есть вроде бы, ну, ты же точно сейчас правду скажешь на все наши вопросы? Ты справедливо говоришь, что ты вроде бы там неишь угождение кому-то, то есть у тебя нет какого-то здесь притворства, лицемерия, что ты, смотрите, подготавливает вот некую почву. То есть здесь они относятся к Христу как к человеку, пытаются как к человеку смутить. Ну, вот этим самым. На свою как-то сторону задобрить, чтобы Христос здесь слышит такие льстивые речи, ну, что ли, постеснялся говорить какую-то жесткую правду. Это лукавство такое, бесовское буквально. Ну, а дальше нас дают вопрос. Можно кеосфердовать, подать или нет? То есть вот дай-ка, вот скажи-ка ты нам, то, что многих из нас очень сильно беспокоит. Беспокоило почему? Ну, по одной из двух причин. Ну, первую причину назовем внешнюю. Еврейскому народу, как народу весьма-весьма свободолюбивому, было, ну, вот очень не по сердцу, то, что ими сейчас владеет языческий Рим. При понимании, что мы вроде бы богоизбранный народ. Тем, которым сам Бог дал эту землю бетованную. Тот народ, среди которых должен появиться мессия, будущий хозяин вообще всего на свете. Мы вынуждены сейчас вот здесь подчиняться вот этим нечестивым с точки зрения закона римлянам. Мало ли подчиняться, еще и работать на них, еще и платить им дань, платить налог в пользу императора. Это первое, что возмущало такие вот патриотические настроения иудеев. А второе, причина внутренняя, что, в общем-то, было причиной боли, что ли, достойной. У римских императоров была такая особенность. К себе они требовали отношения как к богам. Очень часто императоры изображали с таким признаки божественного достоинства. Прямо считали, да что гений, цезарь это что-то такое божественное. И требовали к себе подчинение что политическое, что подчинение духовного. То есть, видим, что здесь явное такое человеческое идолопоклонство. То есть, императору поклонялись как богу, да как идолу. Вот что-то вот такое. Соответственно, конечно, иудеям, привыкшим понимать, что вот есть правда, да есть бог истин, и все остальное это ложь. Но не могли ни с этим сердцем смириться. Понимая, что да, вот мы теперь уплачиваем налог в пользу вот этого вот человека, который вставляет к себе как богу относиться, но мы же, получается, нарушаем заповеди Божии. Что мы как-то вынуждены через это будто бы поклоняться что ли ему. Это очень сильно их обеспокоило. Казалось бы, вопрос важный, действительно, и важно здесь на него найти правильное решение. Но в чем же лукас-то заключается вот этих вот фарисеев? А лукас-то в том, что им, в общем-то, здесь было не важно, что Христос ответит. Любой его ответ он бы их, в общем-то, устроил. Если бы он сказал, что можно давать, потому что вроде как бы, ну, налоги, мы все вроде как бы обязаны находимся в состоянии купаться и правила придумания мы придумает Рим обязаны платить, то тогда можно было сказать, что, о, так ты вроде бы того и против народа вообще пошел. Ты еще, кроме всего прочего, поддерживаешь вот это вот языческие эти вот настроения римской власти. Так а тогда, в общем-то, какой ты тогда, какой ты сын Божий, какой ты тогда Мессия? И, естественно, могли после этого уже народ израильский фресии настрять впрямую вот против Христа. Вот держа это, как знаем перед собой, что посмотрели, какой он. Он не наш, он чужой во всех смыслах. Если бы Господь сказал, что нет, братья, действительно платить никак нельзя, что это все плохо, что вроде это и против и закона Божия, это и вообще как-то это все не по-нашему, не по-иудейски, то тогда следующее, что бы сделали, тут же бы сделал прощение Кистыришины, имея столько свидетелей слов Христа, пошли бы к Пилату и обвинили бы Христа как политического преступника. Скажут, что вот смотри, что он говорит, так он вроде, он что затевает. Народ вокруг себя собирает, так и речи говорит, что о, а завтра как пойдут они здесь вот свергать-то правительство, ведь что будет? Ну, а у Рима, как показывает история, отношение к таким мятежникам было самое простое и самое быстрое. Схватить и убить. Тут же смертная казнь, очень быстрая и жестокая, а чтобы другим неповадно было. В принципе, действовало. То есть, вот чего здесь хотят перосвященники, вот им как надо. Или вызвать ненависть народа ко Христу, или еще бы лучше было бы передать его смертью. А что же Господь? Он, зная их лицемерие, понимая, что, к чего они хотят на самом деле, он им тут же отвечает, да, такими словами, что искушаете меня? То есть, смотрите, уже даже через этот ответ Христос показывает, что я знаю, с чем вы пришли, что никакая правда не нужна, что и сейчас пытаетесь меня, ну, подставить буквально. Что искушаете? Принесите мне генарию. Ну, смотрите, дальше, что важно, Господь не отказывается все-таки от ответа на этот вопрос. Даже не столько ради вот этих вот перосвященников, ради вот этих вот лукавых фарисеев, это ради народа, чтобы люди-то могли правильно относиться ко всему. Говорят, что принесите мне монету, которая вот в ходу. Генери принесите. Принесли. Тогда Господь ему говорит, чье изображение и надписи? Что на нем изображено? И говорят, что кесарь изображен. А почему изображен? Потому что на всех деньгах действительно римских было изображение, правящего лица, императора. И считалось, что все деньги принадлежат вообще ему. И после этого Господь говорит, что так вы и отдайте кесарю кесареву. Вот деньги его, так вы отдавайте ему. А вот дальше говорит, что? А Боже, отдавайте Богу. Смотрите, здесь Господь вот это дело разделяет. Говорит, что когда вы платите налог в пользу Рима, вы платите его вот как законопослушные граждане. Не смешивайте здесь. А Богу дайте то, что Богу нужно. А Богу что нужно? Сердце нужно. Жертва Бога. Дух сокрушен. Сердце сокрушается перед Богом. Вот это вот оно. Не думайте, что вы тем самым будто бы дослужите этому императору как Богу. Нет. Богу, помните, вы обязаны служить только другим. Деньги тут совершенно ни при чем. И вот этот ответ настолько он был вроде бы и простой, и очевидный, и для всех понят, что все попросту удивились. И да, вот эти фарисеи, они после этого отошли уже вот так посрамлены, не зная, что им сказать на этом. Вот такой Евангелие сегодня мы с вами прочли, братья и сестры. Я думаю, Бог упомнится, но главное, по ним можете. Всем нам не вновь вспоминания необходимости чтения сочинения писания ежедневно в том, что это не вновь.